В эфире наша традиционная рубрика «Время выбирать». На дополнительных выборах депутатов Лабытнанской городской думы 3-го созыва, которые пройдут в единый день голосования 18 сентября, в пяти избирательных округах зарегистрировано 17 кандидатов в депутаты. 18 числа, то есть послезавтра, состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для размещения агитационных материалов. Таким образом, избирательная кампания вступает в активную фазу. Возможности размещения агитационных материалов в муниципальных средствах массовой информации это самый значимый этап всего агитационного периода для любого из 17 зарегистрированных кандидатов. 18 августа пройдет жеребьевка по распределению бесплатных печатных площадей городской газеты «Вестник Заполярье» и бесплатного эфирного времени на ЛТВ, которые будут предоставляться кандидатам для проведения предвыборной агитации. Хотелось бы обратить внимание на такой нюанс. Помимо бесплатной печатной площади и бесплатного эфирного времени наши кандидаты имеют право по закону на предоставление им таких же площадей на платной основе. Таким образом, фактически жеребьевок будет проведено не две, а четыре. Разница заключается в том, что жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади бесплатного эфирного времени проводится в обязательном порядке между всеми зарегистрированными кандидатами. Только после жеребьевки кандидаты, которые по какой-либо причине не планируют размещать свои агитационные материалы в газете или на телевидении, обязаны подать на имя главного редактора заявление об отказе от предоставления бесплатного эфирного времени или печатной площади. Ни один из кандидатов не вправе претендовать на это время или площадь, они используются по усмотрению редакции. Что касается проведения жеребьевки по распределению платного эфирного времени и платной печатной площади, то здесь немножко ситуация иная. Объем печатной площади и эфирного времени платного рассчитывается тоже, исходя из 17 зарегистрированных кандидатов. Но жеребьевка таких объемов, предоставляемых на платной основе, будет проводиться исключительно между теми кандидатами, которые подали свои заявления заблаговременно в редакции средств массовой информации о своем намерении участвовать в жеребьевке по распределению платной печатной площади и платного эфирного времени. На данный момент к активной агитации никто из кандидатов не приступал, и пока нет обращений к руководителям организаций и учреждений о предоставлении помещений для проведения публичных агитационных мероприятий. По-видимому, это связано с отпускной порой. Но в конце августа и в первой половине сентября следует ожидать большей активности со стороны кандидатов. Ну а что касается избирателей, которые только собираются в отпуска и в единый день голосования будут находиться за пределами своих избирательных участков, у них, тем не менее, тоже есть возможность принять участие в выборах. Хотелось бы, конечно, пользуясь возможностью, дать еще раз информацию о том, что наши горожане, которые будут отсутствовать в день голосования в городе или по каким-то причинам, например, будут находиться на рабочем месте, не смогут лично прибыть именно в свою участковую избирательную комиссию, в список, в который избиратели внесены, то они имеют возможность получить открепительное удостоверение, и при предъявлении паспорта и данных документов они могут 18 сентября проголосовать на любом избирательном участке, образованном в Российской Федерации. Игорь Борисов, Григорий Волков, программа «Время местное».